Одессит Олег борется с амброзией, объединяя вокруг себя единомышленников. Ими, как правило, становятся такие же аллергики, как и он. В период цветения амброзии и во время близкого контакта с растением на субботниках активист принимает специальные препараты. Чтобы бороться с амброзией, Олег решил создать платформу в интернете. В июне месяце возникла идея создать карту амброзии, на которой люди могут оставлять метки локализации амброзии и ставить свои метки, местоположение своего, где им удобно собираться вместе с единомышленниками и убирать амброзию возле своего дома, где они гуляют, возле работы, детские садики, детей, и этим обезопасить свою семью. Аллергия на амброзию – частое явление среди населения. Это связано со специфическим белковым составом кормовой культуры. Это печальное совпадение, что те белки, которые вырабатывает это растение, те белки, которые находятся на поверхности его пыльцы, воспринимаются нами как болезнетворные агенты. В городе ее стало меньше, констатируют активисты. Но остаются и проблемные точки, вроде частных секторов. Бороться с амброзией лучше всего общими усилиями. В два этапа. Первый этап – это до цветения, то есть до начала августа. С амброзией можно бороться и, вырывая ее к кашению и при обработке препаратами, вы способствуете тому, что будет меньше концентрации пыльцы непосредственно в момент цветения. И второй этап – это уже после цветения, октябрь-ноябрь, когда вы собираете урожай своеобразно, вы косите амброзию и собираете ее, и ультилизируете. Этим вы способствуете меньшей схожести амброзии на следующий год. Чтобы уничтожить амброзию и сделать жизнь для многих людей комфортнее, создатели платформы ambrosii.net просят обрабатывать собственные земельные участки. Кроме того, необходимо заносить данные о местоположении амброзии на сайт. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал «Репортер».